Ранее я говорил о рисовании мягкой круглой кистью, почти что распылителем. И так как краска на отдельном слое, мы можем переключиться на жесткий ластик и стереть тон, чтобы получилась резкая граница. И так у нас будет и мягкая граница, и жесткая. И тогда затем можно создать еще один слой, наложить больше краски и истереть ее. И затем повторить операцию. В сегодняшнем видео я покажу вам небольшую вариацию этой методики и то, как она может использоваться для более точного и техничного создания границ. Давайте приступим. Вот у меня небольшой набросок черепа, и причина, по которой я не просто нарисовал его в том, что в этот раз я работаю над рендерингом. Поэтому мне не хочется тратить время на точные линии и контуры, так как по сути мне нужно попрактиковаться в раскрашивании черепа. И так вот мой контур. И мне нужно нарисовать простенькую тень под ним. Контур это самый верхний слой. Он отмечен красным. Я же буду рисовать на слоях под ним. И так я создам новый слой, выберу жесткую круглую кисть. И вот она. В ней задана чувствительность к давлению. Но края кисти жесткие. И при помощи этой кисти я начинаю рисовать темный участок тени. У этой кисти очень удобное управление, и поэтому я хорошо чувствую границы тени. По сравнению с мягкой кистью мне намного легче нарисовать нужную форму. И как видите, я не боюсь залезть на участки, где будет мягкая тень. К мягкой тени мы перейдем немного позже. Хорошо. Я уже наложил резкие границы при помощи жесткой кисти. И теперь я переключусь на ластик и выберу мягкий круглый ластик. Затем я сотру тень, создавая мягкую тень. И в этом месте будет переход от темного участка к светлому. Конечно, будь это настоящая картина, я бы работал куда тщательнее. Но я просто демонстрирую вам небольшой пример. Итак, в этот раз я начал работу с жесткой границы и затем ластиком создал мягкую границу. Скажем, мне нужно затемнить глазницы. Чтобы затемнить глазницы, я создам новый слой, выберу вот этот цвет и сделаю его немного темнее. Затем вернусь к жесткой круглой кисти и рисую в глазницах. Меня пока что больше заботит резкая граница тени к мягкой, я перейду позже. Затем я выбираю свой мягкий ластик и после стираю тень, создавая переход к мягкой границе. Теперь вы видите, почему важно работать на отдельных слоях. И когда меня удовлетворяет качество обоих слоев, я могу объединить их вместе. Для этого нужно выбрать Layer Merged Down, слой объединить с предыдущим. И так у меня получается один общий слой. Но во время работы важно, чтобы слои были раздельными. И теперь мне нужно закончить череп. Но как вы видите, я ускорил запись. Это один из тех процессов, которые занимают довольно много времени. Как и в большинстве иных видов искусства, вам нужно проявить терпение. Но если вы видели первые два примера, вы знаете, как я работаю. Это один и тот же набор операций, повторяющихся раз за разом. Так что особого секрета создания тени нет. Добавьте теперь тон с жесткой кистью, уберите слой мягким ластиком. Это очень просто. Вы поймете, что самое трудное – это взглянуть на объект и увидеть, где же резкая граница тени, а где мягкая. Вам важно понять, где резкие и мягкие участки переходят друг в друга и пересекаются. Так вам удастся создать достоверную поверхность. Итак, зная, как наложить мягкую и жесткую тень при помощи кисти, вы станете замечать в объекте больше деталей и запоминать, что вы увидели. Поэтому я рекомендую вам попробовать этот метод. И чтобы помочь вам, я включил этот рисунок черепа и оригинальный материал как изображение в конце сообщения. Я желаю удачи и приятного рисования. И спасибо за внимание.